В Архангельске завершил работу Международный арктический форум «Арктика. Территория диалога». Он проводится с 2010 года. Центральной темой форума в 2017 году стал «Человек в Арктике». Форум призван объединить международные организации, органы государственной власти, научные и бизнес-сообщества из России и зарубежных стран для координации подходов в развитии международного сотрудничества, консолидации усилий по обеспечению стабильного развития Арктики и повышению уровня жизни населения на арктических территориях. Стартовым событием Центрального форума стал форум арктических муниципалитетов. Следом за ним, за одним столом, собрались губернаторы северных регионов. Они обсудили усиление роли Северного форума в арктическом сотрудничестве. Регионы-члены Северного форума обменялись опытом по созданию новых проектов, связанных с циркумполярной инфраструктурой, северной авиацией, экологическим мониторингом. Речь также зашла о северном образовании, региональной информатизации арктических регионов, инновационном бизнесе. Среди других тем обсудили внедрение новых источников электричества, развитие телемедицины, системы дистанционной, правовой и другой необходимой помощи, сохранение и поддержки традиционной экономики Севера, в том числе домашнего северного оленеводства. После обсуждения вопросов Арктики участниками форума прошло пленарное заседание «Человек в Арктике» с участием президента России Владимира Путина. Сейчас в наши дни значение Арктики многократно возрастает. Она становится местом самого пристального внимания стран и народов, и как регион, от самочувствия которого во многом зависит климат планеты, и как сокровищница уникальной природы, и, конечно, как территория с колоссальными экономическими возможностями, с огромным экономическим потенциалом. Принципиально сохранить Арктику пространством конструктивного диалога, созидания и равноправного взаимодействия. Весомую роль в решении этой задачи призван сыграть и наш форум, посвященный в этом году такой значимой теме, как «Человек в Арктике». Объединив авторитетных учёных, бизнесменов, политиков, этот форум стал площадкой для серьёзного профессионального разговора о настоящем и будущем Арктике. Именно на это мы и рассчитываем. Это форум для поиска арктического партнёрства. Ваши экспертные оценки и инициативы имеют значение и для Арктического совета, которые уже 20 лет служат примером эффективного, неподвиженного внешней конъюнктуре международного сотрудничества. Россия, на долю которой приходится почти треть арктической зоны, осознаёт особую ответственность за эту территорию. Наша цель – обеспечить устойчивое развитие Арктики, а это создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов Севера. Особое внимание, отметил Владимир Путин, уделят Северному морскому пути. В частности, будет создана отдельная структура, которая займётся развитием Севморпути. За два дня работы Международного арктического форума принято не одно решение, которое лягут в основу или дополнят уже работающие законы, направленные на развитие самой могучей территории Арктики.